Добрый день, уважаемые представители масс-медиа. Спасибо вам, что вы сегодня пришли на сегодняшнюю пресс-конференцию. Дорогие друзья, тема пойдет сегодня о ситуации в Молдове, дальнейших планах и действиях партии «Фронт». Конечно же, я начну с ситуации, которая произошла на выборах в городе Бельце. Дорогие друзья, давайте начнем с того, причину того, что произошло и почему это произошло. К большому сожалению, Майю Санду и правящую партию абсолютно не устраивал результат первого тура выборов, который прошел в Бельце. Не устраивал он лишь потому, что правящая партия поняла, что фактически люди больше не верят пустым обещаниям, люди больше не верят воздушным замкам, люди верят в партии, которая доказала, что мы не обманываем и держим свое слово перед людьми. Именно поэтому жители муниципия Белц проголосовали за Марину Талга, веря в то, что мы придем и очень быстро превратим город Бельце в город мечты. И очень быстро превратим жизнь жителей города Бельце в ту сказку, которую они заслуживают. Но нет, Майю Санду и правящей власти абсолютно, я прошу прощения за слово, наплевать на мнение, на желание, которое есть у жителей города Бельце. Майю Санду в первую очередь интересны собственные интересы и собственное мнение. И именно потому, что политический расклад и выбор жителей города ее не устроил, она приняла решение пойти по полному беспределу. Тот беспредел, который мы все с вами увидели на прошлой неделе, это не что иное, как тотальная узурпация власти. Ведь как это все произошло? Фактически, из-за того, что у них не было времени даже по-умному снять, они нашли самую глупую, придуманную, надуманную причину. Три бутерброда, которые купили самостоятельно себе члены команды, попытались вменить, что купили эти три бутерброда партия и не задекларировали. При этом людей, как сказал один умный человек, главных виновников торжества поглотителей бутербродов, даже не удосужились заслушать в суде. Суду просто было неинтересно их мнение, потому что суд получил указание незамедлительно вынести решение любыми способами и любыми путями. Санду воспользовалась рядом чиновников, которые свято верят в ее неприкасаемость, которые получили четкое и жесткое указание за ночь организовать снятие Таубер с выбора. Во-первых, ночное правительство Филиппа – это просто пыль по сравнению с ночными судами Санду. Во-вторых, с той скоростью, с которой принимались решения, история молдавской юстиции еще такого не видела и не знала. В-третьих, я хочу напомнить всем чиновникам типа Мусяцы, Литвиненко и другим товарищам, которые раздавали указания. Во-первых, мы знаем вас всех в лицо. Во-вторых, уважаемые господа, в том числе и судьи, принимающие эти решения, я хочу вам однозначно и четко заявить. Я вам рекомендую поставить на своем столе табличку «И так будет не всегда». Потому что буквально через короткое время ситуация политическая в стране изменится. И вам придется ответить за этот беспредел. И вам придется спать очень неспокойно. Потому что в 7, а может быть в 7.30 утра к вам постучатся в дверь прокурора. Один у вас в наручники и отведут вас в тюремную камеру. И я вам обещаю, что вы понесете наказание за тот беспредел, который вы устроили на выборах Сталга. Поэтому сон у вас должен быть очень-очень беспокойным. Я вам настоятельно рекомендую задуматься в следующий раз, когда вы будете подписывать решение и выполнять указания, что скоро придет тот момент, когда вам придется за них ответить. Вы люди не глупые, поэтому посмотрите историю, короткую историю Молдова. И вы увидите, что то, что я говорю, воплощается в жизнь. Идем дальше. Дорогие друзья, проблема выборов, ситуации вокруг выборов в Бельцах не в ущемлении интересов партии Шор, не в ущемлении интересов Марины Таубер. А главное в том, что власть просто вытерла ноги о мнении людей, о будущем людей, о слове граждан. Власть вытерла ноги о главном принципе демократии, свободе воли изъявления. Я думаю, что госпожа президент просто хочет монархию. Ей нравится принимать самостоятельные решения. Она хочет стать моей первой в Молдове. И самостоятельно назначать от министров до мэров, председателей районов и всех остальных. Но, уважаемая госпожа президент, я вас разочарую, у вас это не получится. Как бы вы сильно этого не хотели. Мы будем до конца отстаивать интересы и право жителей Бельц самостоятельно иметь возможность выбрать себе того мэра, кого они захотят. Потому что мы дали слово жителям Бельц сделать из города сказку. И мы это сделаем. В завершение темы Бельц. Уважаемые, на мой взгляд, больше не признанные власти Республики Молдова, я вас хочу заверить в одном. Что бы вы там ни придумали, какие юридические терминологии вы бы себе не выдумали, как бы вы ни трактовали бы закон, но ни один мэр, избранный в Бельцах, не будет считаться легитимным и признанным людьми, если вы не проведете заново выборы, где будут участвовать в первую очередь кандидат, набравший в первом туре практически половину голосов избирателей. Все остальное пшик, фейк. Не устраивайте выборы, потому что все равно их никто не признает. Во-вторых, дорогие друзья, давайте проанализируем трезво и спокойно ситуацию, которая произошла за последние шесть месяцев в нашем государстве. Попирание принципов демократии, главного принципа демократии, свобода воли и изъявления граждан, это одно, но не единственное циничное нарушение власти. Я, кстати, хочу напомнить госпоже президенту, что в момент, когда ее избрали и президентом, и ее партию избрали в парламент, никто не спорил с этим решением и не ставил палки в колеса. Потому что все остальные уважают выбор граждан. И мы приняли этот выбор граждан. Более того, многие политики заявили о готовности помогать, быть рядом для того, чтобы у власти что-то получилось. Ведь, к сожалению, многие верили в ваши искренние и чистые намерения. Но вы в очередной раз просто шевырнули народ. Что еще произошло за эти шесть месяцев? С тех пор, как пришла к власти Майя Санду и шайка хороших людей, в стране начался самый большой в истории рост цен. Безумие с ростом цен является результатом некомпетентности и глупости этой власти. А не международная ситуация, чем пытаются оправдать существующие властные покемоны. Необходимы незамедлительные меры поддержки экономики для того, чтобы остановить безумный рост цен, который происходит сегодня в нашей стране. Вместо этого власти просто устраивают шоу для народа. Власти спровоцировали самый большой газовый кризис в истории Республики Молдова. И в этом виновата лишь госпожа президент. Потому что вместо того, чтобы умерить свой пыл и свои амбиции и во благо интересов граждан Республики Молдова сесть в самолет, полететь на встречу к президенту Российской Федерации и договориться о том, чтобы решить эту проблему во имя граждан, во имя людей. Она поставила свои амбиции и желание показаться красивой Западу выше, чем интересы собственных граждан, которым сейчас придется очень и очень несладко. И мы это все понимаем. Пандемия, дорогие друзья, достигла пика при власти госпожи президента. Ни одного рационального умного решения за эти полгода принято не было. Министерство здравоохранения каждый день своими глупыми решениями только усугубляет ситуацию и просто фактически объявляет войну собственным гражданам. Следующий момент. Своим циничным законом власти просто поиздевались над пенсионерами. Ощущение, что фактически повысить пенсионный возраст, они хотят убедиться, что точно не будет кому получать пенсию. Потому что люди просто не доживают этой пенсии. Но, помимо всего этого, они нашли прекрасное занятие. Улучшить комфорт своей жизни. Повысив зарплаты абсолютно всем категориям и так небедных людей в нашей стране. То есть чиновник. Да, они повысили собственный комфорт. Но они вам обещали, что когда они придут, жизнь будет хорошая. Они забыли уточнить у кого. У них. И она у них, правда, сегодня очень неплохая. Дорогие друзья. Эту банду необходимо незамедлительно остановить. госпожа президент каждый раз пытается спихнуть на кого-то ту или иную проблему. Проблему газа на спину. Проблему пенсии на правительство. Проблему пандемии на Министерство здравоохранения. И так далее, и так далее, и так далее. Но нет, дорогие друзья. Это проблема фактически лидера правящей партии, госпожи Майя Санду. С которой она тотально не справилась. Сегодня Майя Санду фактически объявила войну собственному народу. Залезла в карман каждому гражданину. Ведь у каждого человека сейчас денег меньше. Потому что надо больше платить за газ. Надо больше расходов. Цены сумасшедшие. И каждый раз, когда вы на это обращаете внимание, я прошу, граждане Республики Молдова, задумайтесь, что ваш карман залезла в руках госпожи Санду. И ее некомпетентности, и неграмотных решений. Дорогие друзья, если мы сегодня не остановим этот беспредел, то есть великий шанс, что банда сумасшедших просто разрушит жизнь людей Республики Молдова. Что банда просто уничтожит и так не совсем хорошо живущие государства. Именно поэтому я хочу объявить о следующем. Начиная с понедельника партия ШОР инициирует процедуру импичмента. Президента Республики Молдова, госпожи Маясан. Я понимаю, что многие сегодня могут сказать, что у вас не хватит голосов в парламенте. Да, это правда. Но я очень рассчитываю, что многие из депутатов, которые пришли в парламент по спискам партии ПАС, которые верили в искренние хорошие намерения, которые честные и порядочные люди, но которые сегодня увидели геноцид против собственного народа, подумают и задумаются над тем, каким стоит проголосовать во имя граждан, во имя людей, во имя спасения нации. И, во-вторых, мы незамедлительно начнем сбор подписей за отставку госпожи президента. Дорогие граждане Республики Молдова, хочу обратиться к вам. То, что я говорю, это очевидные вещи, которые вы чувствуете на себе каждый день. Жизнь каждым днем становится все хуже и хуже. И если сегодня мы не остановим этот беспредел, то завтра уже будет поздно. Страну разрушат, страну доведут до ручки, а вашу жизнь просто уничтожат. Растоптали ваш карман, растоптали ваше мнение, наплевали на ваш голос. Что еще нужно убедиться для того, что жизнь простого человека и простого гражданина абсолютно безразлична правящей власти. Я думаю, что достаточно. Пора остановиться, пора сказать стоп этому беспределу. Дорогие друзья, я уверен, что единственный выход это отставка президента и проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Я уверен, что это единственный шанс спасти нашу страну от того геноцида, который сегодня происходит. Этот Гитлер на каблуках просто добьет всех. В первую очередь граждан Республики Молдова. Пора остановить, пора сказать стоп и хватит. Да, я понимаю и отдаю себе отчет, что партия власти сегодня назначит главным своим врагом это партию ШОР. Лишь потому, что она понимает, что партия ШОР доказала не словом, а делом. и что люди сегодня хотят изменений радикальных в стране. И единственные, кто это способны сделать, это мы. Да, мы будем воевать до конца, чего бы нам это ни стоило, за интересы граждан нашего государства, за каждого человека, за каждого гражданина. Дорогие друзья, я хочу вам сказать большое спасибо за внимание. И хочу напомнить, что рыба сгниет с головы. Поэтому это голову пришло время отрезать. Спасибо вам большое. Если у вас есть ко мне вопросы, я готов на них ответить. Наши юристы на сегодняшний день готовят процедуру. Мы обратимся ко всем депутатам с просьбой подписать начало процедуры импичмента. Паралельно, мы начнем сбор подписей гражданской Республики Молдова за отставку президента Республики Молдова. Республики Молдова. Республики Молдова. Я не говорю, что он не должен быть. Я говорю, что единственный легитимный мэр может быть избран только путем проведения новых любой другой мэр будет считаться незаконно избран. Дорогие друзья, я хочу обратиться ко всем политическим силам нашей страны. Дорогие коллеги, мы можем любить друг друга и не любить друг друга, обвинять в разных моментах, но сегодня во имя спасения людей мы должны объединиться. Мы должны объединиться во имя спасения граждан. Мы должны объединиться во имя того, чтобы не дать коммунистированных каблуках добить эту страну. Потом мы уже разберемся, кто прав, а кто виноват. Но сегодня мы обязаны сплотиться для того, чтобы остановить людей, которые ежедневно своими глупыми, циничными, наглыми решениями уничтожают жизнь граждан Республики Малдук. Спасибо вам большое. Всем доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова